Да, назвать её, что она для меня, это всё-таки, ну, тёща там, друг, это всё не подходит, потому что она сделала достаточно, ну, очень много для меня. Ты, пап! Мама? Да. Какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдёт неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Ты, зимой и лето, в небывалых за чудес, будет тем, но не здесь. В этом году мы не то, что разрешили, а я рискнула спросить и сделать это, спросить разрешение, и мне разрешили спеть эту песню. Эта песня «Ты на свете есть». Да, на это же время. С музыкой Марка Минкова, Слава, Леонида Дербенёва, и мама её очень давно, лет 15 назад, наверное, пела, но её многие помнят, действительно многие помнят, но она не стала так популярна, как, например, «Маэстро», там, «Без тебя» и «Без меня». Ну, чё-то. Ну, чё-то. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть, и каждую минуту я тобой дышу, тобой живу, и во сне, и наяву. Ну, такая песня. А, красивая. Поэтому это действительно моя, с детства, первоначально моя бабушка очень-очень её любила и всегда пела её практически просто до последних дней своей жизни. Мне каждый день звучала эта песня вот в нашем доме, поскольку я до последнего жила с бабушкой. Вот. И как-то эта песня вот осталась в моём сердце, и я не понимала, почему-то она вот, как нашему говорят, языком была не раскручена. И сейчас, когда я исполняю своих концертов, просто это лучшая, можно сказать, песня по приёму в моём концерте. Я ещё был юн очень, было лет, наверное, мне двадцать, двадцать восемь, что ли. Вот это не мой. Молод, вернее. И я тогда сочинил песню с Леонидом Дербенёвым, и вот у него на квартире я познакомился с Аллой. Она как раз только вот спела песню от Лекина, «Все могут короли». И вот, значит, она собиралась эту песню, которую я сочинил, спеть, но что-то там не получилось. А позднее, спустя лет пятнадцать, вот её спел мой сын, и эта песня называлась «Ты скажи». Ну давай, поздравляю, что ты хотела? Дорогая мамурочка, мы поздравляем тебя с днём рождения. Безумная семья. Безумная зона рождения. А что ты ещё хотел сказать? Забыл.